Дикин осторожно озирается перед тем, как продолжить. Ты... ты... ты ведь знаешь, что мы сейчас в Подгоре, верно? Ты шутишь, я понятия не имею. А, босс, что, действительно не знает? Ха-ха-ха, балван, блин. Ой, уху-ху-ху-ху, чё зашёл ты сюда, зачем? Пожалуйста, умоляю тебя, смилуйся, лорд, забери меня из этого зала из пользы, чтобы рубить своих врагов на куски. По крайней мере, это гораздо лучше, чем считать полевых клопов на полу. Я знаю историю о том, как разумное оружие обладевало своим хозяином. Какая чушь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добро пожаловать на прохождение. Замечательные игрушечки, наверное, Интернайт, Сенхэдс Эдишн, дополнение Хордс оф Андердарк. Вот, и в прошлой серии мы наткнулись на Шарвин. Вот, и оживили её, и, в принципе, нам надо... Ух ты, там какая... какая цветная штучка. Нам надо всех остальных найти? Ха-ха, где это надменная крыса? В прямом смысле. Вон она бегает. Ладно, давайте посмотрим, тут какие-то четыре рычага. Да, будет ужасно много колонн. Дикен думает, может, это какая-то головоломка. Что-то не даёт нам пройти на следующий уровень, а? Ну ты, подожди, я даже ещё ничего не сделал, болван. Большой рычаг торчит из пола перед вами. В данный момент он не работает, поскольку, похоже, не хватает какой-то управляющей ручки. Что вы собираетесь делать? Ничего не делать. Так, а, вон, блядь, смотри. А, это болова плюс три, нифига себе. Вот, мы Шарвин сейчас дадим. Блин, короче, нам нужен Томми и этот, как её, ДЛА. Так, па-па-па-па-пам. Ну, она, она Барт так-то. Давай, наверное, улук плюс три, нифига. Блин, хотел булаву ей дать, конечно, ну ладно. Пускай пока, пущай пока стреляет. Кольцо Шарвин. Ловкость, ух ты, неплохо. Ловкость плюс четыре. Это очень хорошо будет на мне смотреться. Сейчас, так сказать, будет неплохо смотреться на мне, Шарвин. Ты не против? Или против, чёрт? Этот нельзя отдать? Серьёзно? Может, вот так? Ох ты, гадина хитрая. Этот предмет нельзя отдать. Ну-ка, отдай мне кольцо. Зараза какая, а? Всё это предусмотрели. Ты посмотри, вот мерзавца. Так, ладно, давай чё-то за следы. Босс? Да, Дикен? Дикен осторожно озирается перед тем, как продолжить. Ты, ты, ты ведь знаешь, что мы сейчас под горе, верно? Ты шутишь, я понятия не имею. А, босс, что, действительно не знает? Балван, блин. Кто это там такой? А, оказалось. Так, эм... Да, конечно, я знаю, куда мы отправились, Дикен. Кобаль слегка отшатывается от вас с очевидной растерянностью. Но мы... Ты знаешь, что это значит, да? Эм... Дело в том, что мы так... Ну и в чём же дело? Дикен беспокойно приплясывается ноги на ногу. Раз уж ты в подгорье, это значит, что ты так легко не выйдешь. Магия не вытащит тебя никуда отсюда. Почему ты так говоришь? А, вот, ты говоришь, реликвия жнеца не будет работать? Дикен секундную раздумывает и пожимает плечами. Дикен точно не знает, может, реликвия босса сильнее? Ну, а во всех рассказах одно написано, что телепорты тут не работают. А, ты много знаешь о подгорье, верно? Раньше, когда Дикен забавлял старого хозяина, не щадя сил, Дикен много читал книг. Старый босс любил слушать рассказы про подгорье, так что Дикен прочитал всё, что только нашёл. Многие из них, может, были просто байки, но Дикен думает, там и правды много больше тоже. И из старого босса были книги, каких ни у кого не было, так что Дикен знает вещи, каких никто не знает. Некоторые вещи, какие Дикен знает, Дикен бы лучше не знал. Например, про то, что волшебник Галластер, человек, всё это построил. Он был настоящий сумасшедший и хотел убить всех, кто приходит. Это заставляет Дикена волноваться. Может, этого Галластера уже больше здесь и нет? Фак, похоже, вы не убедили Дикена. Волшебники имеют обыкновение жить долго. Особенно свихнутые волшебники думают Дикен. К тех пор, как эти книги были написаны, всё, несомненно, изменилось подгорье, Дикен. Дикену, похоже, ваш ответ приятен. Это очень верно, босс. Так, ты действительно умница. Так, назад к приключениям? Да, назад к приключениям. О, только обязательно скажи мне, если что-нибудь тут узнаешь. Дикен уже готов повернуться, но потом он останавливается и тянет вверх маленькую лапку. О, Дикен хотел сказать ещё одно. И что теперь? Это большое и очень опасное место. Может, ты хочешь поговорить с Дикеном про тактику, которую ты будешь делать? Вроде бы неплохая идея. Чего ты хочешь о Дикена? Слушайте, а что там Дикен мне больше нравится? Может, его взять в плане... Он же этот... Как его... Как сказать-то? Ученик этого дракона. Его развивать в ученика дракона, в принципе, силы ему дать, так и норм. Блин, слушайте, он... Больно... От него много всякой... Как сказать-то экшена, чёрт возьми. Так, твоё снаряжение, защищай меня и не атакуй, пока я не начну. Ага. Нет, это надо его в атаку туда лезть. Давай ещё посмотрим. Я хочу изменить расстание, помогай мне. Постарайся всё время использовать скрытность. Используй скрытность, но только до ближайшей битвы. Я прошу тебя не трогать ловушки, которые, видишь, не надо применять рассеющие заклинания, чтобы удалить дредносные эффекты члена группы. Я прошу не начитать никакие заклинания, пока не скажу. Сейчас не хочу ничего менять. Ты хочешь поговорить ещё? Давай остановимся, поговорим. Хотел поговорить. О чём ты хотелось поговорить сраньше, да? Видим... Может, слушайте, всё-таки какой-то у них есть этот квест-то. Давай попробуем. Я... Так, где там? О чём тебе хотелось поговорить со мной раньше? Дики настороженно озирается перед тем, как продолжит. Ты... Ты ведь так. Я это всё знаю. Да, ты шутишь? Я понятия не имею. Так, ладно, всё это... Да, беспонятно. Это всё мы были, чёрт возьми. Нет, ты в чём дело? Почему ты так говоришь? Кажется, не будет много, знаешь, верно. Продолжить, продолжить. Больше и нет с тех пор, как... Ага. Назад, да, назад переключение. Что теперь? Да, сейчас неплохая идея. Так, всё, я не хочу ничего менять. И нет ничего больше. Всё. Отлично. Так. Слушайте, давайте Кадикину дадим. Попробуем его одеть вместо этого. Я думаю, взять Тони и его, и будет шпана такая прям вообще. Слушай, Делан, конечно, крутой, но если Дикен будет не с арбалетом гонять, а реально с этим, с ножом, может быть, и неплоха тема. Ему чисто одеть. Блин, только у меня доспех, наверное, нету, да? Его, наверное, нельзя. Но он заклинания не будет кидать. Плюс два, здесь плюс три у нас, да? Если он заклинания не будет кидать, то можно ему, наверное, взять броню какую-нибудь покруче. Блин, единственное, брони покруче нет. Так, а что ты не можешь одеть? О, братан. Подожди, боевые липы лут? А, у него не взято, боевое. Блин, его, короче, надо как-то, чтобы он не прокачивался, короче. Интересно, как-то можно, чтобы он, чтобы мне прокачивался? Блин, тогда, братан, ты нам, походу, не подходишь. Ладно, давай с кинжалом пока бегаем. Ладно, все, пойдем. Блин, а можно... Ой, дроузастрельщик. Ладно, давайте поперли уже, по-моему, с дроузастрельщиком. Ой. Ой-ой-ой. Ой, ты убега, ты чё, посмотри-ка на него. Ой, хорош, а декен-то неплох. Шарвин! Шарвин, ты можешь пройти сюда, тупица? Это не конец. Это не конец. Блин, где эта жопа? Ну чё, не видите, что ли, его? Вот он же. Ох, пипец. Ой, нормально, она чё-то кастует. Чё там? Урон, кстати говоря, не так много. И чё-то я попасть не могу, не так-то. Ой-ой-ой. Да тупица! Боже ты мой! Ой, по нему, смотри, как хорошо проходит. Умри, 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 умри! Хорош, декен там месяц, конечно, пипец. Блин, слушайте, нифига себе. Декен-то неплох. Единственное, что с бронёй. Ну, броня, я думаю, это такое, да, тоже. Блин, слушайте, вот так-то декен неплох. Вот Шарлин мне пока не нравится. Она, кажется, что-то там кастует. Но слишком... Слишком много бардов чё-то у нас. Очки близорукости. Поиск, знания, плюс пять. КБ никакого не даёт. Да, ну ладно. Поиск, давай тогда этому. Дрещу дадим мне хоть. Хоть что-то будет. У него сейчас ничего нет. Так, пускай на башку свою наденет. Чёрт его, побрал. Так, доспехов-то у нас нет, ни черта, да? Так, плащ какое-то, крепление. Давай. Сейчас мы из него сделаем танка. О, ещё из силы как раз. Блин, а давай-ка ему реально отдадим. Давайте-ка мы ему отдадим. У нас-то чё там, я не помню. А, у нас тоже, у нас два... О, всё. Дикен, а теперь пипец. Если мы ещё и забафаем его, тогда, в принципе, неплохо. 14,2 больше даже, чем у нас. Блин, обалдеть. Пойдёт. Пойдёт, 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 пойдёт. Тони тогда надо брать, да? Извини. Дикен, покажи этому сундуку. Купица. Что? А, подожди, подожди, подожди. Ничего? Я атакую и... Ничего? Ой, так, слушай, она... И она неплохо смотрит. Да, Дикен, успокойся, придурок. Вот там сундук этот месит. Нифига тут... Сколько всего? КБ плюс... О, смотри, то же самое, да? Бонус от ловкости ещё. Так, длинный меч плюс 3. Пойдёт. Так, пойдёт, пойдёт. А, ну чё, вот так всё берём. Ладно, всё, пока берём. Блин, плохо здесь, конечно. Сейчас нет сумок. Это прям вообще печаль, беда. Извини. Надо, короче... Моя эту не делай. Да-да-да, надо как-то Дикену запретить. Не-не-не, моя эту не делай. О, наверное, знаешь, чё сказать? Пошу сейчас петь, изменить тактику. Со мной раньше остановись немного, поговорим. Кстати говоря, знаю, что эти колластыри... Ой! Я хочу обсудить твоё обучение. Вот-вот-вот-вот. Нам надо, чтобы он в этого, в рыцаре шёл, да? Твоё обучение. Так, Дикен сам хотел поговорить об этом. Что хотел поговорить об этом? Старый босс однажды сказал Дикену, что у него есть дракония кровь. Что она в нём сильна. Дикен никак не понимал, что это значит. Дикен был маленький и слабый. И не выдыхал огонь. И всё такое. Но иногда, иногда, когда Дикен сражается, он слышит, как сердце бьётся быстро-быстро. И он чувствует себя сильным. Тебе это не кажется глупым, босс? Честно, нет. Как ты думаешь? Что бы это значило? Ну, Дикен, дубат, может, ему надо попробовать? Постараться стать учеником дракона? Старый хозяин никогда не говорил про это Дикену. Но, может быть, это хорошая вещь? Да, кстати говоря, вообще идеально для него. Если он в нём будет спекаться, у него КБ будет... Ну, просто вообще. Так, это все в твоей воле, босс. Дейкин будет делать, как ты скажешь. Если ты хочешь, чтобы Дейкин был просто хорошим бардом, заместо этого Дейкин так и сделает. И будешь счастлив. На самом деле, мне сейчас больше поделился бард. Вперед, становись учеником дракона, если сможешь. Давай. Ладно, Дейкин сосредоточится на этом. Спасибо, босс. Во, все, отлично. Отлично, отлично. И у него теперь, получается, он будет качаться вместе с нами. У него, кстати, пятый уже ученик дракона. Это прям вообще здорово. Там, что там по этим, по фитам-то у него. Вышенный критический удар. Ладно, блин, стрельбы, конечно, набрал. Вот, способности, да. Сила плюс два у него будет расти. Потом телосложение. Ну, конечно, такое себе, но неплохо лишний раз. То есть у него уже плюс четыре силы, как минимум, есть, да. Вот, и что-то там еще... О, неумолкающая бенда. А, там опять раунд, да. Вот, дыхание дракона. Третьем и седьмом уровне красной драконы получают возможность использовать огненное. То есть тоже, он просто забега туда и все, и погнал. Драконья броня, вот это вот тема. Вот на пятом два кб будет. Смотрите. Вообще круть. Владение щитом. Существа не могут, башенные щиты, тра-та-та. По его чтению заклинай. Ну, в общем, вот, надо ему еще владение фит взять. Блин, ну, вряд ли он, конечно, сам тут возьмем. Вернее, за нас-то мы не можем выбрать, поэтому... Но было бы круто ему боевое взять. У него простое только. И тогда мечи бы какие-нибудь там ему хотя бы были. Ну, а в любом случае, это уже хорошо. Вот, Дикен теперь у нас этот... Рыцарь дракона. То есть вместо Дайлана его, я думаю, что очень даже неплохо можно и брать. Вот. Посмотрим. Что-то крыса тут ходит. Вот, смотри, туда-сюда, а? Может быть, с ней поговорить? Может, она какая-то особенная? Крыса шевелит носом и моргает глазами, глядя на вас. Затем она... О-о-о! Что это такое? Ни хрена себе. Отходит время от времени и обнюхивая пол. Это что было-то? А, секретная дверь. Нифига себе! Хрена себе, к крысе подошел. Это что такое? Может, секретная комната с сокровищами? Да-да-да, иди сюда, придурок. Блин, он... Нифига себе, какая-то секретная комната. Ничего себе, надо сохраниться. Ну-ка, Шарвин. А, вот, тут нормально, смотри-ка. КП-4! Хо-хо-хо! А, вот они появились. О, это Дикену надо. Попудово. Нифига себе, секретную нашел. Прикол, прикол, прикол. Давай сюда-сюда. Только не заперто. Хорошо. А, подожди, надо Дикену еще сказать, чтобы он этот ловушки-то не ломал, да? Так, нам надо с ним поговорить. Дикен? Так, тактика-тактика. Изменить свою тактику. Защищай меня. Хочу так, не помогай мне это-то-то-то. Постарайся. Во! Не помогай мне, если мне не удается открыть запертый сундук или дверь. Вот так надо сделать. Ладно, вообще-то это даст Дикену больше шансов написать эпическую сагу про босса. Все, пойдет. Короче, все, Дикен теперь с нами. Вместо Дайлана мы берем этого, вместо Шарвейн, вернее, берем Тони. И у нас будет вообще офигенно все. Дикен пускай потанкует. У него КБ сейчас будет здоровый, потом пойдет. Что-то может произойдет тут или что-нибудь? Прикольно, секретно, да? Главное, что-то там взорвалось все, офигеть. Случайно крысе подошел. Интересно, это о крысе или просто? Или просто мы сами по себе так появились? Нифига себе прикол. Секрет на двери, офигеть. Она как-то... Она никак вообще не отобразилась. Она, короче, сейчас... А, ну тут мы были. Нифига себе, блин! Что-то, господи, кто там орет? Что-то за крик был. Так крысу порешили, что ли, или что? Что-то за крик был. Жуть какая. Крипота! Так, нам надо отдыхать. Надеюсь, можно. Прогиб поблизости. Блин, нам надо бы отдохнуть, конечно. Чтобы забафаться. Ну ладно. Так, какой-то портал. О, еще и 10 тысяч вот в этой фигне... Ой, 10 тысяч. 10 урона он нанес, нифига. Обидань добора Сиска. Ага, это куда-то... А, это куда? Дикину плохо! Дикину никогда не нравилось телепортировать! Слушай... Ха-ха! Так это Шарвин ищет-то! Блин, может Шарвин-то да оставить? Че у нее по навыкам-то? Что отвечает за этот? За... Поиск, наверное, какой-нибудь... А, нет, выслеживание у нее точно не это. Незнание, взлом замков, изгнание... Там какой-нибудь... Неоценный... Вот поиск, поиск, стопудово поиск. Обнажение ловушек. Ловушки являются Тар-Та-Та. Поиск к персонажу против Тар-Та-Та. Установка эльфы-дворфы. Получает плюс два бонус. Когда ловушки устанавливаются... Так это чисто на ловушке. Да, ловушки. А на секретную... Наверное, тоже это же. А у нас сколько? Так, у нас... Поиск... У нас поиск вообще не прокачан. Да два. Блин, офигеть! Неужели это реально поиск? Это негармонично? Не могу решить. И давай-ка мы, наверное, пока сюда не пойдем. Мы еще тот этаж не осмотрели. Что-то какой-то... Сыгры на дверь какая-то. Давай сначала вот тут здесь все осмотрим. А, подожди. Так это одно и то же, нет? Ой. Мы вообще... Мы вообще где? Боже мой. Он что, рандомный, что ли? А... Ха-ха! Подожди! Ты подожди, болван. Хорошо сохранился. Мы, может, назад-то и не попадем в центр, блин. Давай сначала хотя бы центр-то осмотрим. Это пипец. Ничего себе. Портальнул, болван, нас. О, тут еще, смотри. О-о-о! Это что, дракон? Это что, дракон? Ты так не думаешь? Ты не хочешь... Обезвредить ловушки? Шарвин. Ты умеешь вообще, нет? Что? Ну так что, это бош, нет? Что, куда-то пошла вроде? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это кто? Погнали. Пацаны, погнали. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Умри, 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 умри. Так, я понял эту докладу. Ладно, пойдем. Офигеть, 604 опыта. Так, ну ладно. Шарвин, это еще мы резнем. Давай вставай. Ты не полноценный лидер отряда. А Диккен, смотрите, а Диккен-то неплох. Видали, как он держался? Это же обалденно. Так что... Ого-го. Кстати, на, Диккен-то... Я не в силах нести такую ношу. Слишком тяжело. Надо Диккену, наверное, отдавать все, да? У него здесь, кстати, этот... Сколько у него там? Так, а можем две сразу открыть? Отлично. Так, у него вес... Хрен знает, сколько вес у него. Где? 116 пойдет. Так, надо ему вот это вот все отдать. Полова плюс 3. Тяжеленная. Так. Лук, наверное, не такой тяжелый, да? 15 вот это вот дать. Так. 7. Ну, кстати говоря, не такой, что он и этот. Но какое? Одноручная, средняя, боевой. Но боевого у нас нет. Вот это, наверное, нет. 4 тоже. А что так много весит-то? Я не понял. Не мясо хоть это. Черт его, мясо. Так. Ну и все. 10. Вот эту давай. Так, эти, наверное, да? Нет, тоже ничего. Ну, ладно. В принципе, остальное норм. Вот это, наверное, да? 6, да. Так, нам надо вот это обязательно ему отдать. КБ-4. У него КБ-2. Вот так вот надо отдать ему. Пускай гоняет. Так, и это тоже отдадим. Плюс 3. Пойдет. Пойдет, пойдет. Вот это вот я заберу. Так. Броня или сила? Нет, наверное, все-таки сила, да? Все-таки сила. Так, ладно. Пойдет Диккен. Вообще огонь. Пока просто супер. Прямо как Дайлан. Если он будет и дальше так творить, то вообще будет супер. Враг дракона. Замечательно. Не такая большая и проблема, да? Сопротивление огню, ладно. Диккен? Да, Диккен, Диккен. Тараза. Так, там какой-то суперский сундук стоит. Я думаю, тут ловушки какие-то. Что-то где-то какие-то люди горящие. Извини. Извиняю. Томми нам точно нужно, чтобы вот взломал все эти. Надо у Тони посмотреть, посмотреть сколько у него. Ух ты, хрена себе. Злой плюс пять. Безымянный свет. Бонус. А, против злой. И бонус улучшения против злой плюс пять. А тут все злые. 1,6. Офигеть. Это какой? Боевой? Экзотическое. Легенда гласит, что воин Олесия принес безымянный свет со звезд. Хотя другая легенда утверждает, что он был выкован скорбящим отцом или же принадлежал отважному паладину. В действительности существует несколько таких клинков. Они были созданы из благословения орфистов. Каждый из них принадлежал многим людям и с ними связано множество историй. Возможно, и в этом есть их сила. Они заставляют людей становиться героями. Я понял. Ух ты, что такое? Синяя ручка. Какое? Но это металлическая... А, замысловатый робот вырезан в сверх качестве. Это, наверное, для меча, да? Обалдеть! Слушайте, вообще супер. Увеличительное стекло Голластера. Что это такое? Это увеличительное стекло, теплое на ощупь и излучает сильную магию. Однако оно не слишком-то обостряет или усиливает зрение того, кто его использует. На самом деле это стекло вообще довольно-таки бесполезно. С его помощью можно разве что поджаривать насекомых. Уникальная способность, кстати говоря. Что это такое? Уникальная способность. Давай разглядим шарвин. И ничего. Короче, видимо, это по квесту нам надо будет, да? Ну ладно, пока оставим. Так, по броне что у нас? Три доспеха. Сорок, тридцать, пять и ловкости два. Надо бы на этого господина нам одевать. От ловкости у нас бонус два. То есть она будет работать, да? На него у нас тут вообще сколько у нас? Плюс один и... А, КБ щитов. В броне плюс четыре. То есть пять получается, да? А здесь три... А, здесь пять. Смотри-ка, пять. Да, вот здесь восемь получается. Еще два от ловкости. А, ну там два от ловкости. То есть, ну... Ну восемь, короче, побольше. Ну, прикольно. Можно так-то ему... Оставить. Ну, а сейчас, наверное, будут перевезли у него. Ну, а либо мы, либо он. Поэтому насрать. В плане далеком от нашего известного медик... Так, ладно, что тут? Закональный звук. Ладно, это пойдет. Снаряжать. Так, ладно. Кстати, наверное, можно себе взять, да? Я не в силах нести такую нож. Кстати, он... Слишком тяжело. Дикен не заныл нифига, когда мы ему этот... Может, нормально? Может, он бегает без этого? А, сейчас. Он такой нерешительный. Ну, ладно. Может, кстати, отдохнем? О, отлично. Ой. А что такое темно было? Вы это видели? Что-то потемнело все. Фига себе. Блин, игра, слушайте, совершенно другая. Вот, которая была там, да? И это. Это просто пипец. Небо и земля. Что-то все происходит. Жесть какая-то. Короче, нам сейчас надо силу забафать. Силушку богатырскую себе. И дикену вот эту вот шляпу тоже. Блин, я не знаю, сколько у нас бонус к силе-то. Кикупин-сапин. 15 и 2, да? Еще разочек. Все, видимо, максимум. Ладно, пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Все, дикен у нас теперь без перевеса, да? Все, поперли. Дикен? О, все, нормас. Блин, офигенно, офигенно, офигенно. Правда, что-то за затемнение было, я так и не понял. Что-то потемнело все, ну ладно. Так, отсюда мы... Сюда нам не надо, да? Я так понимаю. Потом погнали, наверное, вот тут посмотрим, что есть. Вот там какой-то проходик еще есть. Какие-то порталы. О, теперь меня не победить. Извините, пожалуйста. Пузо, вонял, завонял. Тоже, дикен. Еще и это, и кастует эту. Блин, балбес просто будет, дрался. Бардовскую песню я и сам могу кидануть. О, что зашел-то сюда, зачем? Офигеть. Бешеная гарка за королевку. Ну, кстати говоря, мы очень знатный сундалин. Смотри-ка, что-то не кастует там Шарвинта. За босса. Что-то там кастует, кастует Дик. Дикен, что-то... Я тебе всех костей не ломаю. Дикен, что-то там этот самый... А, смотри. Зубная фея. А у нас там случайно... Никакой там не этот... Отношения не меняются. Может, нам можно выбрать какую-нибудь одну сторону. И что-то узнать. Но, ладно. Нет так нет. Так, а что у тебя? Почему ты... А, встанье ты, блин. Ну, что она стрелять начала? Блин, нифига тут... Какой-то этот... Какой-то этот... Иди давай, отпирай. Вот, засели не хочешь. О, оружие неэффективно. Извини. Давай, иди быстрее. Блин, почему она не отпирает? Я не понимаю. Блин, что такое? Какая-то не этот самая. Сколько поглощения там? Игнорирует 5 урона. 12 урона. Блин, мы еще... Встань еще, боже мой. Вонющее болото. Тут ядовитые огры на перде. Блин, Дейкин... Мне, походу, твоя помощь пригодится. Черт, я тебя поворал. Извини. Шервин, ты меня не посидишь. Слушай, да Дейкин, походу, на себя эту, инвиз. Блин, вот это дерьмо, конечно. Ладно, Дейкин, давай, короче, туда, меси. Ой, пипец. Так, подожди. Дейкин! Ай, давай, господи. Тактика, тактика, тактика. Помогай мне, удастся открыть запертую дверь. Блин, вот пипец. Дейкин, взять. Дейкин, у тебя сейчас хватит сил, нет? А, он вообще получаться, нифига. Наверное, у нее просто навыка не хватает, мне кажется. Поэтому она и не эта самая. Извини. Извини. Да, походу, нет. Давайте, знаете, что попробуем? У меня есть... Извини. Вот эти вот штуки, инструменты. Попробуем ей дать. Моя, эту не делай. Дадим ей попробуем вот эту вот. Может быть, тогда она получится у нее открыть. Если нет, то сами тогда попробуем. Так, давай попробуем. Паш, Дейкин сейчас тоже мне... Извини. Ну-ка. Она вообще... Почему она перестала бить? Я не понимаю. Так, давай, может быть, с ней поговорим? Может быть она... Не-не-не-не-не. Да, Господи. Моя, эту не делай. Да-да, успокойся уже, боже ты мой. Да? Тебе что-то нужно? да 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 давай изменим тактику так защищай меня нет не помогай мне скрыть запертый сундук окей и помогай мне если не удастся открыть окей что-нибудь ничего больше так ну-ка ладно короче я понял вас были я же растерялся вообще черт возьми она только что открывал сундуки а сейчас не может блин бестолочь может на стук есть не кажется мне навыка не хватает на открытие этого сундука вот и ландовый выбор сами сколько там мне 2028 всего пипец у нас 25 до 3 были у нас у боже придурки валины пилоты боже мой недавижу один что 2 блин не короче шарвин убираем нам надо тони иначе это пипец так так же на поговорить так так тактика не помогай мне не хочу отменять шарвин пускай мало ли еще бы продолжит открывать нам сундуки так нам нам ровно фонда хватает то вот этого сундучка сейчас ровненько 28 нужно быть отлично так белая ручка чтобы это не значило ладно возьмем зараза такие дыка прям не могу учить еще энхаридиент ухты нифига массовое ускорение прикол пожалуйста так чё за как за этот за алтарь причем выделить мы его не можем ладно поперли так какие-то две двери чё это чё с дикимом ловушка как одно у него сработало посмотри-ка босс там мертвый полуорк прямо там да я вижу да диким диким читал однажды об этом месте а она называется зеркальный чертог или диким праве если диким правильно помнит а может и неправильно так чем ты знаешь да ты о чем-то знаешь диким чешет в голове размышляя когда болван диким чешет в голове размышляя когда диким читать про это зеркальный чертог был наверное ближе от входа его раньше видели те кто не заходил далеко под горе может крутой маг галластер передвинуть его диким не знает но надо быть осторожнее если заглядываешь в эти зеркала есть такие что делает странные вещи типа затягивает внутрь или делают второго тебя скверные вещи затягивает внутрь ты знаешь вроде бы на другой стороне зеркала бывает мир где все наоборот или может это еще одна байка что читал диким копию тебя диким задумчиво скребет подбородок тут есть магическое зеркало которое делает двойника каждому кто туда заглянет злого двойника типа какой нападет на тебя диким кажется припоминает что среди этих есть одно из таких а можно эти зеркала разбить диким пожимает плечами диким думает да а однако тут может быть зеркало какому это не понравится так уж как повезет в общем да а если я не буду смотреть зеркала тогда диким думает ничего не случится однако однако у дикима есть мысль что это будет очень скучно спасибо за помощь диким вы так добры к малышу диким у босс босс так ладно давай дала на резать и наверное место шарвин сразу его приятно было повстречаться друг мне тоже хотя тоже оба воровали глаза пару полуорка внезапно широко раскрываются он быстро водит головой стороны в сторону в поисках врагов которых здесь нет лишь после этого он фокусирует взгляд на вашем лице нависающим над ним илан это я шарвин ты знаешь где-то находишься да я тебя знаю теперь я вспоминаю битва в таверне дурнана я помню мы преследовали созерцателя до этого подземелья но нас заманили в засаду только мы подумали что поймали врага как из темноты на нас обрушился град стрел все случилось так быстро что не было времени на раздумья наши невидимые противники сбежали ярости я бросился во тьму в погоню за ними я так и не поймал трусов они чтоб стреляли нас из засады и когда я наконец бросил погоню я понял что оторвался от остальной группы с того момента я бродил по этим коридором один как тебе убили а был неосторожен поисках пути наружу я наткнулся на эту комнату зеркалами я увидел собственно отражение но еще не показалось что у его ног я увидел отражение сверкающих сокровищ заинтригованная приблизился к одному зеркал к одному из двух местных средних на вас господи средних на восточной стене если я правильно помню моему ужасу мое собственно отражение выступила из зеркало и напала на меня меня застали врасплох и мне пришлось немедленно защищаться мой злобный двойник был способен предвидеть и отразить каждое мое движение судя по тому состоянию в котором тебе довелось меня найти и трудно было понять что чем закончился этот бой я не знаю однако где теперь этот поддельный самозванец может быть когда он убил меня он убил за одно из себя а может заклинание просто иссощилась пока я здесь лежал я и правда не знаю ты знаешь где находятся твои спутники нет я надеялся набрести на них странству и по подземелью но удача отвернулась от меня подозреваю они могли зайти глубже в подгорье надеюсь они справляются лучше чем я блин а шарвин мы можем отпустить я так понимаю да расскажи мне в точности что произошло с тобой мы преследовали созерцателя до этого подземелья но нас заманили в засаду только мы подумали что поймали врага да 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 все мы читали так что ты можешь мне что-нибудь рассказать об этих местах я заметил кое-что странное пока склоняя слонялся здесь пока склонялся здесь ой это как в русском языке знаете слово склоняться вот тут бедный дэйлан стоял и склонялся просто странное даже для этого места страдание под горе похоже воюю создание под горе похоже воюю друг с друга самом деле это неудивительно мне гава всегда говорили что магия галластера заставляет местных тварей сосуществовать в мире но либо слухи были неверны либо что-то изменилось потому что я уже несколько раз видел как они сражаются счастью участвовавшие в них создания были больше заинтересованы в убийстве друг друга чем меня не могу сказать с уверенностью но мне начинает казаться что существа четко поделились на две стороны каждая из которых стремится уничтожить другую кроме этого я мало что могу тебе рассказать что ты теперь собираешься делать лорд морщит свои густые брови сосредоточенно обдумывая выбора я понял что в одиночку мне вряд ли удастся здесь выжить полагаю скорее всего я вернусь в гостиницу почему бы тебе не пойти вместе со мной он смотрит на ваших спутников по-моему у тебя уже больше чем достаточно помощников витамин наверное мне следует вернуться сейчас гостиницу еще раз прими благодарность за мое возвращение к жизни я был еще не готов покинуть этот мир до свидания и удачи ты чем болван так подожди шарвин мы разденем по-бурому так все забираем все что можем и отдала лук сюда отдала это сюда ладно броню оставь так теперь так да что да тебе что-то нужно так давай немного поговорим я прошу тебя это воду нам разделиться серьезно мне нужно идти ну не но связываться не буду точно а чё вот мне нужно идти нет это я так а ты типа на бежен и те то нара все да давай те ясно назад я сама доберусь на пошла отсюда да да ладно да лан крыса неужели в портал залезет мумра короче надо гнать его быстрее приятно было просто Да ты крыса, Дайлан Блин, пошли за Дайланом Что делать-то, блин Или с Декиным справимся одни? А гость с Декиным попробуем Хрен с ним, Шарвин с этим В любом случае мы Тони найдем и у нас это все будет Вся эта Хорошо была сделана Так, что такие-то зеркала Какие-то зеркала Он сказал, что там на какой-то восточной Север-юг, запад-восток Где там север-юг, запад-восток Где-то вот что-то из этого какой-то В дальние что-то там Ну давай все подряд Вы видите ваше отражение в зеркале Но на земле у ног вашего отражения много заманчивых предметов Выглядящих настолько реальными Что хочется до них дотронуться Еще раз, давай вылезай И ничего, прикол Где-то, видать, там сидит Такие заманчивые предметы Прям пипец А, только один предмет можно слямзить Вот это прикол Силитель, она важнее Пипец, что-то, ну ладно Может такое проклятие там на себя накладываю Ух ты, лютня какая-то Малозначительный предмет Людня сна Нейтрализовать яд раз в день Вот это очень полезно тебе Нейтрализовать яд это точно надо Так, ну Черт его знает Давай защита А, у нас есть это Давай Так Отлично Никто, никто не появился Давай Где-то вот с этой стороны Видать было О Сейчас, наверное, появится, да? А что если их просто Разбить? Дикен, ты О Ча, бобром просто разбить его Может что-нибудь произойдет Блин, в этих ничего Это, наверное, Дайлан там, крыса Все Стащил отсюда О Тихо-тихо-тихо Витамин Дикен, взять его Че пять Че пять Че пять шесть назад-то, болван? Блин, вот это хреново с Дикеном Что он там начинает что-то кастовать Тупица Ну, прикол Дикен, пожалуйста Может как-нибудь там, чтобы, типа, этот самый Сказать ему, чтобы он там вот так ушел Че-то такое Леон все-таки как поддержка Может Дайлана взять Блин, ну, бесстыточно Все шмотки отдал мне быстро Так, давай-ка с Дикеном поговорим Может быть, как ты Дикен? Тактику А че же Защищай меня и не атакуй Пока нет Так, защищай меня и не атакуй Так, не надо Помогай мне Так, постарайся все время Использовать скрытность Используй скрытность Но только тогда Я прошу тебя не трогать ловушки Не надо применять Рассеивающие загонания Чтобы удалить Вреденосные эффекты Члены группы Я прошу тебя Не считать никаких заклинаний Пока я не скажу Вот это вот надо сделать Ау, это было так здорово Ну, ладно Так Я прошу тебя Вижу, вот так Сделано Ладно Вот посмотрим Может быть так вот будет Вам кажется Что у вашего отражения В зеркале Какой-то несчастный взгляд Но вы смотрите Туда вновь И все проходит Окей Ну, понятно Понятно Будет ничего Ничего Магический жезл Магическая ракета Возьмем Вот это надо брать За рано Так Все Тут пара зеркалов Осталось Зеркал Зеркалов Балован Позорище Зеркалов Осталось Зеркалов Так Может быть тут Какая-то секретная Комнатушка будет Блин Шарвинт А тут реально Не хватает Да Обалдеть Глазастая Тут Слушайте Тогда получается У Тони Если не будет Этого Ой, крюк Ужас О Предсадник Блин, обалдеть Вот, слушайте Все Реально Теперь он нормас Теперь он Не кастует Получается А просто бежит В атаку То, что нам надо Так, давай Сначала тут Посмотрим Что есть Ага Какой-то портал Консеверная часть Что-нибудь такое Да Куда это Так И он Забафал Отправа Только себя Почему-то Болт Неопределен Большой щит Неопределен Когда мы Ступаем В эту Сраную Нам урон Наносится Так Давай Позерим Что у нас Там за щит Может быть Вообще Какой-то Хули щит Я бы даже сказал Ну плюс Четыре Ладно У нас там Плюс пять У этого Лоботряс Пойдет Так Давай Ой Какой-то Вивисектор Помогите Босс Король Чё Королей Дикен Дикен Рогов Которые Даже Уже Не Существует И тут Ганастер Устроил Для них Зал Почетного Упокоения Тут Они Спят Но Если Все Так Как ты Говоришь У них Должны Быть Великие Сокровища Дикен Пожима Отличами Дикен Не знает Наверное Дикен Не думает Что как-то Просто Что-то Взять Может От этого Они И проснутся Ладно Дикен Спасибо За подсказку Пожалуйста Всегда Так Но Если Проснуться То Не прикольно Конечно Но Слушай Какой-то Этот Сидит Давай Сначала Посмотрим Что здесь Что за Кости Я все Забираю Сидеть Всем Сидеть Но Вроде Никто Не встает Так Давай Попробуем Поговорим Предыдущие Мерцание Света Заметно В Глазнице Скелета Он Но Он Не двигается Палит Меня Палит Да Ставь Сидящих Королей В покое Сейчас Ко всем Докопаемся Приближаешься К Сидящему Скелету Ты почти Ощущаешь Что он Знает О твоем Присутствии Но он Не шевелится И не отвечает Фига Крепота А ты Че скажешь Призрачный Мерцание Заметно Мертвый Глазнице Скелет Но он Не двигается То же самое Да Леди Фэнзов Так Тоже Мертвая Это Блин Ничигай Тут Ты че Болван Что ли Заорал Напугал Меня Ну пока Не этот Самый Ой Меч 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 В руке Скелета Внезапно Сверкает Почти Выпрыгивая Из схватки Мертвеца В то время Как изнутри Меча Раздается Голос Ты Там Да Да Ты Освободи Меня Из лап Этого Животного И из Этого Места Я клянусь Если я Еще Неделю Проведу Разглядывая Эту Комнату Я точно Сойду С ума Кто ты Ну не глупо Либо Думать Что искатель Приключений Хоть раз В жизни Выполнит Простую Просьбу За так Нет Прекрасно Давай начнем По порядку Логично Меня зовут Энсерик Серый Ну По крайней мере Меня так звали До того Как мой дух Переселился В это Проклятое Оружие Да Да Можешь Похихикать Над моей Бедой Давай Не стесняйся Видишь Когда то Я был Таким же Искателем Приключений Как и ты Которого Занесло В печально Известное Подгорье Когда меня Убили Этим Мечом Мою душу Затянуло Внутрь С тех пор Я здесь Игазами А как же Твое тело Что ты Я его Нигде не вижу Ну Да Это Долгая история Скажу лишь Что первый парень Которого я Попросил о помощи Решил бросить Меня И обчистить Мой труп До нитки Он снова Он снова Сдыхат И затем Его съели Крысы И это Замечательно Прекрасно Да Это Вся история Когда ты Вынужден Бессильно Наблюдать Как твое тело Переносит Надругательство За надругательством Ты обязательно Становишься Немножко расстроен Знаешь ли И как давно Все это случилось И если подумать Понятия не имею Меня знаешь ли Не в календарь затянуло Лет Четыреста Пятьсот Наверное Может больше Может меньше И кем ты был При жизни Энсерик Это не он Какой-то вождь Магам И искательным Приключения Если тебе Это нужно знать Хотя Это уже Не так важно За исключением Того Что я обладаю Довольно Значительным Интеллектом И мне Здесь Очень Скучно И теперь Ты хочешь Выбраться Оттуда Теперь Мне уже Не выбраться Из этого Клинка Меч Перерывается На секунду Раздумывая Ну Насколько я знаю Моя душа Давно уже Должна была Улетучиться Но я не позволял Этому случиться Вместо того Чтобы умереть Как подобает Я упорно Пытался Выбраться Из этого Меча И вернуться В свое тело Вместо того Чтобы добиться Успеха Я Застрял Застрял? Как-то Застрял А что Неужели Это не очевидно Теперь Я навеки Соединен С этим Мечом Обреченным Быть Частью Оружия Какого-то Древнего Короля Которому Оно Даже Не нужно Как и Все остальное Если уж На то Пошло Пожалуйста Умоляю Тебя Смилуйся Лорд Забери меня Из этого Зала Используй Чтобы Рубить Своих Врагов На куски По крайней мере Это гораздо лучше Чем считать Полевых Клопов Овладевала Своим Хозяином Какая Чушь Ты мне Кажется Мужчина Хоть и юных Лет Но Большого Ума Так Зачем Же Верить Подобным Историям Неужели Твоя воля Так Слаба Что Ты И вправду Боишься Что Я Каким Либо Образом Овладею Тобой И Кроме Того Даже Если Ты Опасаешься Подобного Тебе Нужно Всего Лишь Продать Меня Что Ты Умешь Делать Может Меня Заинтересует А что Ты Конкретно Умешь Делать Я Ничего Не Умею Меч Однако Дело То Для Чего И Предназначен Втягивает Себя Жизненную Энергию Врагов Среди Всего Прочего И Соля Носителя Недурное Свойство Прости Уж Мою Нескромность Нифига Прикол Да Среди Всего Прочего Да У Меч Меня Господи У Меча Есть И Другие Способности Мне Что Список Написать Просто Вытащи Меня Отсюда И Сможешь Изучать Свои Удовольствия Ладно А в чем Наколка Да Вот Ведь В чем Вопрос Не так Ли Наколка Друг Мой В том Что Так Называем Спящие Короли Занимающие Эту Комна Не Очень Доброжелательно Относятся К Перемещению Своих Пожитков Вот Так Кстати Я И Погиб Жадный Я И Воистину Не Поплатился Ли За Свою Жадность Ты Однако Мужчина Чей Опыт И Сила Представляются Мне Достойными Как Думаешь Справишься Даже Не Думает Блин А давай Берем Я Возьму Меч Если Смогу Взять Меч Великолепно Вы Протягиваете Руку И Вынимаете Длинный Меч С Света Ее Начинает Шевелиться Он Как Быстро Шевелиться Начал Так Я Так Понимаю Они Маги Все Да Они Все Маги Давай Наверное Сейчас Так Сделаем Ой Вот Умри 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 Нормас Умри Умри Хорош Ой 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 это как-то мне тут прилетел поэтому бипец у него вождь за разу как у крепки пипец все тут жду жду блин очень диким и хилит слушай так вообще неплохо диким еще и хилит ключ череп какой-то логический посох ладно пойдет а где меч то вот она и рода вода на 3 это лезвие почти столь же омерзительно как личность которая теперь постоянно живет в нем с каждым ударом он вытягивает немножко жизненно силы врага использует ее часть чтобы излечить владельца мог бы он вытянуть больше жизни или имеет ли другие побочные эффекты неизвестно даже самому энсерику давно мертвый маг находился в нем долгое время но не нашел ему особого применения ведь за десятилетия его последний владелец стал даже мертвее энсенрика мертвее более мертв может что-то быть и более мертвым это именно тот тип вопросов который заставляет энсерика замкнуться и начинать бармотать в волнении так что у нас там боевые или эльф были нас не то ни другое пипец короче ну если только у тони есть боевое так поговорить с неогранили поговорить использование поговорить с неограниченное количество раз и глянцева импира разумное оружие удар были набалденно слушайте для то не дать вот смотрите он вообще нарезать прям вам не горюй ему ловкость одеть в ловкость ему дать этот ускорение и мне кажется прям вообще красота будет ух ты аж 4 кб там пипец и мы-то смотри уже сандали а если еще тони будет спину нарезать я не в силах нести такую ношу слишком тяжело сумок не хватает просто кошмар ладно сейчас мы они все сгрузим о смотри-ка секрет на дверь ха 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 вот это сюда вот это просто сюда так где эти а вот а ну кости там были а где от этого вообще без лута вот дресня так давай-ка мы тебе друган ситный уфига у него место это вот все скинем у сколько у него места так что тут броня мага защита клан стандартно вот так пойдет в блин офигенно слушайте какой-то говорящий меч офигеть нифига себя заигрался во время то лан давайте заканчивать тогда слушайте реально дополнение ужасно интересно обалдеть какой-то меч говорящий были мы сейчас лучше с ним поговорим прям вообще пипец вот на на него надеть ловкости вот это вот тема на дикую я не в силах нести то ладно в следующей серии дадим слишком тяжело на этом все тогда ребятки давайте заканчивать на этом все пася большого за лайки за поддержку за подписку бачки и увидимся уже в следующем серии всем доброго друзья все хорошего и всем пока а